У меня достаточно много выпусков на тему аномастики. Фамилии, по-видимому, армяне посмотрели и забыли или вовсе не смотрят. А азербайджанцы так и вовсе смотрят мои выпуски только первые минуты, так как у них нервы не выдерживают досматривать. Ведь у меня одна правда, которую легко проверить. Ведь сейчас век интернета, не нужно поднимать пятую точку и идти в Китабхана. Куда лучше Чайхана? Поэтому я сначала начну с азербайджанских фамилий, затем перейдем к армянским. А то я посмотрю, прям беда какая-то. Безголовые поднимают тему, а безмозглые ответить толком не могут. Вот он бич 21 века. Аллогизм, лень и неспособность к мышлению. Итак, вы, азербайджанцы, говорите, что у армян тюркские или как нам туркские фамилии и приводятся примеры. Я не знаю, что вы под этим подразумеваете. Может, то, что считаете армян тюрками, которые вдруг стали армянами или что-то еще. Азербайджанский мост 21 века Потемки. Сегодня я вам расскажу о фамилиях и ваших в том числе, не только армянских. А пока предлагаю сделать вот что. Найдите любой старый документ, выданный в Азербайджанской ССР. Паспорт, права, водительские удостоверения, метрики, все что угодно. Чего было выдано в СССР. Кстати, армяне, у которых есть такие же документы, могут также достать из закромов, чтобы проверить кое-что. Нашли? Открывайте. Загляните вовнутрь. Посмотрите, что там написано. Азербайджанцы, ничего не замечаете? Там написано. Ады, фамилия Асы, от Асынынады. Имя, фамилия, отчество. Теперь, если вы заглянете в документы азербайджанские, выданные уже после развала СССР. У армян, конечно же, таковых уже нет, но есть у азербайджанцев. То увидите, что фамилия Асы куда-то исчезла. Вместо фамилии Асы появилась Сойады. Чего это вдруг? Азербайджанский язык, что ли, изменился? Именно. Так как до того, как кавказские татары не были еще азербайджанцами, коих нарекли в 20 веке иранским этнонимом, у них фамилий-то не было. Имя, имя отца. Все. Под влиянием России потом стали, кроме этого, называться и по месту рождения. Например, Мамед Алибала Оглу Кубатлинский. Или Гусейн Баджи Оглу Маштагинский. Далее, уже при советской власти, когда в Азербайджанской ССР начали садить бывших кавказских татар за парты, обучать грамоте и расклеивать по всей республике плакаты, что, дескать, грамотным быть очень важно, всех этих самых Оглу Кызы наделили фамилиями. Например, Гюльчохра Али Кызы, Гюльчохра, дочь Али, стала Гюльчохрой Алиевой. От родительного падежа в русском языке, отвечающего на вопрос «кого? Чего?». Например, Гюльчохра, кого дочь? Али, то есть Алиева дочь. Кого и чья разницы в разговоре не имеет. Так как мы знаем, что родительный падеж имени существительного, сочетаясь с другим существительным, имеет определенное значение, обозначающее принадлежность другому предмету или лицу. Так и появился термин в азербайджанском языке «фамилиясы». Как русские в первых их паспортах записали, так оно и звучало. Нынешнее же «сояды» уже взято из турецкого языка. Причем любопытно, что в Османской империи, когда и у турок не было фамилий, термином «сояды» обозначалось как отчество, то есть родословное «сояды», имя рода. Например, Мехметоглу. Это была не фамилия, как таковая, а отчество. Сын Мехмета. Лишь в 1928 году, когда Мустафа Кемаль решил европеизироваться, он издал закон об именах, от кануну, в котором обязал граждан Турции обзавестись фамилиями. Сам он стал атотюрком, отцом турок. Другие, кому и что нравится, так и появились там фамилии. «Сояды» в виде фамилий. И хочу заметить, что греки и армяне были единственными гражданами империи османской, у кого уже были фамилии. Между тем, как сами турки назывались либо титулами к имени Мехмед Паша, например, Ахмед Паша, либо по роду занятия и прочего. Аккурат, как и наши кавказские татары. Поэтому в годы Пашей армяне уже там были лимонджанами, как у автора первой в Османской империи оперы, согомонянами, как у Кумитаса, паронянами и прочими. Напоминаю, это те времена, когда ни турки, ни азербайджанцы не имели фамилий. А у армян и были, и фамилии были, и имена были. Фамилия по-армянски «Азганун». И если разбить слово на две части, получится имя ветви, имя рода. Как по-азербайджански род? Не подскажете ли? Джинс? Неверно. Джинс из арабского род, родословное. Так как по-азербайджански-то будет все же? Ясно, никак. Теперь по сути темы. Если корень фамилии имеет инородное происхождение, то это вовсе не значит, что носитель фамилии инородец. В 90% случаев это не так. К примеру, взять евреев-ашкеназов. От того, что они бурманы, эрлихманы, розенбаумы и прочие там, это не значит, что они немцы. Ведь эти фамилии не только корни, но и полным составом немецкие. Есть у евреев-ашкеназов и фамилии славянские, среди коих известные, например, всем вам Гусинский, Березовский, Сосновский. Уж по физиономии Березовского точно не скажут, что он славянин. Так же, как и у армян. Есть фамилии с персидским корнем и армянским окончанием. Есть с тюркским и армянским окончанием. Есть с арабским корнем и армянским окончанием. Еврейским, греческим, русским. Все так, как и у всех других народов. Но армян отличает от многих других тем, что корнем окончание оставляется ян. В большинстве своем. Впрочем, как и у грузин. Греков, например, тоже. Скажем, Джапаридзе от персидского Джафар. Человек, который разносит вести. По-современному почтальон. Ну и традиционная грузинская Дзе. Сын. Или греческая Каракезинадис. Что с тюркского Карагезь черноглазый. И традиционная греческая Адис. А армяне и греки в Османской империи часто подвергались прямыми переводами их фамилий. Чтобы тюркам, не зная, что такое фамилия, было понятливее. Например, аствацатурианы, асатурианы, цатурианы, богом данные, стали аллахвердянами или алавердянами. Или худавердянами. Но к армянским фамилиям еще мы вернемся. Я обещал рассказать об азербайджанских. Любопытно, что азербайджанцы сами не подозревают, что тюркских фамилий у них нисколько, не больше арабских или персидских. И ничего никто из нас в этом их не упрекает. Например, у азербайджанцев первая пятерка фамилий, самая такая известная, распространенная, это Алиев, Агаев, Исмаилов, Гусейнов, Мамедов. Угадайте, какая из них имеет тюркские корни? Не угадали. Никакая. Алиев от арабского имени Али, что значит Всевышний, и так был назван зять пророка Мухаммада и первых алифа шиитов. Это не значит, что носители фамилии Алиев арабы или зятья Мухаммеда. Так ведь? Агаев от персидского титула Ага, господин или старший брат, наставник. Исмаилов, опять же, из арабского Исмаил, да услышит Аллах. Гусейнов от арабского Хусейн, добрый. А Мамедов так и вовсе имя пророка Мухаммеда. Точно не азербайджанца. Оно трансформировалось у мусульман под свою транскрипцию. Мухаммед говорят сами арабы, Магомед в Дагестане, Мехмед в Турции у турок, Мамед у азербайджанцев, Мамбет у казахов и так далее. Так что у вас азербайджанского? 80% современных азербайджанских фамилий имеют арабские и персидские корни и славянские окончания. И при этом вы попрекаете армян. Даже в Заде используете иранскую аному. И у персов, и у таджиков, и у пуштунов, и у талышей тоже имеются эти самые Заде. И означает рожденный. Это не тюркское, а иранское слово. Например, Низам Турсун Заде означает Низам, рожденный Турсуном. Что-то вроде тюркского Оглы, сын. И вообще, тюркам характерен именно Оглы. В азербайджанском Оглы, турецком Оглу, казахском Улы, тувинском ОООЛ. У армян же Месроп Маштоц, человек с фамилией, уже писал на армянском в 4-5 веках. И далее все армянские ученые. С фамилиями из местности или домов. Вас тогда еще не было. Теперь об армянских фамилиях, коль коснулись. Если сейчас среди армян большая часть фамилий оканчиваются на Ян и Янц, Унц еще есть и Йенц, то в древнем мире, в древние времена и средневековье их было меньше всего. Обратите внимание на фамилии армянских ученых и литераторов тех времен. Хоряна ци, ламбруны ци, айгек ци, таруны ци, ганзаки ци и так далее. Иначе говоря, фамилии, как правило, были одновременно и топонимами, их носители. И можно было узнать, откуда и кто родом. У иранцев было, впрочем, так же. Да и у арабов тоже. Последние это называли Низба. Взять, к примеру, Низами из Гянджи, Гяндживи. Или Джалаладдин из Рума, Руми. Хафиз из Шираза, Ширази и так далее. На протяжении столетий Армения и Армяне находились в тесноте тех или иных народов. С принятием христианства у армян появились новые имена и фамилии, среди которых в основном посвящены были библейским персонажам, как и у всех, впрочем, христиан. И из армянских слов, применяющих в христианстве, среди таких слов, образованных уже в последующем фамилии, это Арутюнян, воскресенье, Аракелян, апостол, Макартычан, креститель, Аствацатурян, богом данный, Хачатурян, крестом данный. Также из имени библейских персонажей, например, Петросян, Петр, Погосян, Павлов, Павел, Саакян, Исаак, Тадавасян, Фаддей, Торусян, Федор, Мовсесян, Моисей, Акопян, Яков, Осипян, Иосиф, Саркисян, Сергей и так далее. У русских есть аналоги. Иванов, Петров, Яковлев, Осипов и прочие. Есть у армян фамилии исключительно по роду их деятельности. Среди них Атамнабужян, зубной врач, Варжапетян, учитель, Воскерчан, ювелир, Жамкочан, звонарь, Ханзуриан, яблоко, Газгзян, гравер, Айропетян, покровитель, Нагапетян, старейшина. Когда часть Армении подпала под Персидскую империю, у армян возникли и персидские корни фамилии. Среди которых Бабаян от персидского, Баба, отец русского или латинского, папа. Баба имеет индоевропейские корни и ничего общего с тюркизмами. Также из персидского корня произошли Перузян, Бирюза, Сархощан, пьяница, Пеглеванян, великан, Бостанян или Бостанджан, садовник, Айвазян, дворецкий. А вот из тюркского корня во времена Османской империи это уже корни фамилии Асланян, лев, Адабощян, главный трактирщик, Семерджан, шорник. Перзян, портной, ну и прочее. Даже сохранились фамилии, корни которых из арабского халифата остались. Например, Хасабян, мясник, Люледжан, изготовитель курительных трубок Люле, Гарибян, чужак, иностранец можно еще сказать, Арабян, Иорданян, Багдадян и прочее. Ну и фамилии с русскими корнями и окончаниями Наов. Наов и Ев, соответственно, при Российской империи. Вроде моей, Арутюнов. Еще Иванян, Симонов от Симонян, Капустян, Хачатуров от Хачатуряна и прочее. Так что аномастика у армян пестрая. Она очень интересная, имеет свою древнюю историю, и по ней можно проследить историю народа. Чего бы вы там не выдумывали. Не то, что у некоторых, что зародились в 20 веке. Вот вам и фамилии Асы. Этот выпуск я бы хотел адресовать не только тем, что, будучи бесфамильными, обсуждают армянские фамилии. Ну и самим армянам. Распространите это видео. Пусть побольше наших соотечественников посмотрят и могли правильно обсуждать с теми самыми нашими, первыми, о которых я говорил. Нашу самую армянскую аномастику. Да и не только. Увидимся.